Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В некоторых районах Терсима высота снежного покрова достигала 3 метров. Несправедливо сгущать краски, связанные с бизнес-средой Армении, Вартан Сармакеш и Севак Арцруни о репатриации и их инициативах в Армении. В Париже стартовала встреча Зограба Мунацаканяна с сопредседателями минской группы ОБСЕ. В 12-ю годовщину убийства Гранта Динка снова пройдут травмные мероприятия. Лавров заявил о необходимости довести борьбу с терроризмом в Итлибе до конца. Между США и Турцией происходит торговля Рубен Сафрастян. Остров Лим в озере Ван. Двухдневные непрерывные осадки в Дерсиме парализовали нормальную жизнь региона. По данным Центра прогноза погоды, 250 сельских дорог были закрыты, а 20 деревень нуждаются в электричестве. Снег также в изобилии в других частях региона. В некоторых местах дороги непроходимы. Школы закрыты из-за сильных снегопадов. В настоящее время ведутся работы по очистке и обработке дорог. В высокогорных районах толщина снежного покрова почти 3 метра. Швейцарско-армянский бизнесмен, владелец часового завода Франк Мюллер, Вартенсер Макеш и основатель ООО Ера Анаф Савакар Цруни уже объявили о масштабной программе репатриации Build Armenia в мае. По их словам, репатриация не единственная цель Build Armenia. Бизнес-планы фонда должны в первую очередь способствовать развитию и стратегическому переселению армянской промышленности, разумеется, укрепляя потенциал демографической, финансовой и когнитивной армянской репатриации. Программа, основанная на профессиональных исследованиях и экспертизе, будет готова к концу года и станет лучшим бизнес-проектом для Парижского бизнес-форума. Инициаторы первоначально объявили, что планируют реализовать крупномасштабный и контент-ориентировочный проект, официальное мероприятие которого состоится весной 2019 года во Франции. Репатриация может быть успешной, если мы посмотрим на проблемы с точки зрения социально-экономических настроений и ожиданий армян в диаспоре. У нас будет много откликов и последователей. Если армяне диаспоры поймут, что жить в Армении более благополучно, счастливее, чем в других странах, и в Армении есть предпосылки, отметил Севак Артруни. В Париже стартовала встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Манацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Российской Федерации, Стефаном Висконти, Францией и Эндрю Шефером США. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. На встрече присутствует и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспаршик. Ранее сообщалось, что сегодня, 16 января, в Париже при посредничестве сопредседателями Минской группы ОБСЕ состоится встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Манацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова. В Константинополе пройдет траурное мероприятие, посвященное 12-летию убийства Гранта Динко, бывшего главного редактора еженедельника АКОС. Как сообщает АКОС, траурное мероприятие, посвященное памяти Гранта Динко, пройдет в районе Осамбей перед бывшей редакцией газеты АГОС. Россия убеждена в том, что борьбу с терроризмом в Сирии необходимо довести до конца, в особенности в Идлибской зоне деэскалации. Этот вопрос станет главной темой на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Раджепа Таипа Эрдогана. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Передает корреспондент Федерального агентства новостей. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вопрос сирийского урегулирования подвергается медленней, чем хотелось бы в связи с проблемами, которые трудно было предвидеть. На данный момент основным очагом терроризма в Сирии является Идлиб, где действуют боевики незаконного бандформирования Джабхат-ан-Нусра. По словам тюрколога, директора Института Востоковедения Национальной Академии Наук Армении Рубена Сафрастяна, происходящее между США и Турцией за последнее время это торговля. В беседе с ТЭРТ-ЭЭМ он отметил, что американская сторона выдвигает определенные требования Турции, а Турция в ответ предъявляет свои требования в результате происходя торговли. Речь идет конкретно о том, что после вывода американских войск в Сирию курды остаются беззащитными на этой территории, а Турция хочет воспользоваться этим. На турецко-сирийской границе скопились турецкие воинские объединения, которые ждут приказа, чтобы войти в северные районы Сирии, отметил он. Рубен Сафрастян отметил, что ясно, что в этой ситуации США беспокоены вхождением турецкой армии в эти районы. Американцы вооружили курдов в этих регионах. Кроме того, речь идет о 22-й военной базе, которую создали американцы. Турки требуют, чтобы американцы не передавали курдам эту военную базу, и началась торговля. В противном случае Турция грозит войти в эти территории, отметил он. Напомним, что президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими санкциями в случае нападения на сирийских курдов. Отметим также, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ответ на угрозу Трампа заявил, что Турция борется с террористами, а не с курдами. А министр иностранных дел Мевлюд Чавушуглу в ответ на угрозы Трампа заявил, что Турция их не боится. Затем, после телефонного разговора со своим турецким коллегой, президент США заявил, что существует большой потенциал для развития экономических отношений между двумя странами. Вышеупомянутой Рубеном Сафрастяном торговли заключается не только сирийская проблема, но и вопрос продажи российских С-400, Ф-35 и экстрадиция Гюлена. «Существует целый спектр проблем, по которым Турция вступает в торговлю с США, пытается выдвигая требования, а затем, отказываясь от некоторых из них, получить желаемое от Америки», – отметил он. Рубен Сафрастян не согласен с мнением о том, что турецкая сторона выигрывает от торговли. Лим – это остров на северо-востоке озера Ван, около одного километра от берега. Здесь, в 1622 году, на РСС Мукаци основал архитектурный комплекс пустыня Лим и школу, которая сохранилась до XIX века. Пустыня Лим состоит из двух церквей – ворот, колокольни и отсеков. Церковь Святого Георга была построена католикосом Закарией в 1310 году. Это крестообразный купол, построенный из бледно-белого фельзита. В западном углу церкви находится притвор, построенный в 1770 году по инициативе архимандрита Ованеса Мукаци. Колокольни состоит из трех уровней и имеет квадратный, открытый, арочный второй этаж и 80 ротундов. Из стены открывается дверь в маленькую церковь Синон. Сохранились притвор и западная часть главной церкви комплекса. Более 12 тысяч женщин и детей перебрались на остров во время геноцита против армян, и их проезд охраняли несколько армянских отрядов Фидай. На острове до сих пор сохранились руины армянской церкви Сурб-Геворг. Он был построен в 1305 году, а по дополнительные здания были построены в 1621 и 1766 годах. На острове сохранились множество хачкаров и могил с армянскими надписями. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карин. КОНЕЦ Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!